всем привет друзья вы на канале воин я как обычно собрал для вас самые свежие новости из мира бокса всем приятного просмотра погнали компания топ рэнк официально анонсировала бой женибека лимханулы с дэнни дигномом бой лимханулы дигном состоится 21 мая в лас-вегасе на кону будет стоять пояс временного чемпиона дабл би о среднем весе женибека лимханулы прокомментировал предстоящий бой с дэнни дигномом дмитрус андрейт и хэмми мунге избегали боя со мной поэтому я отдаю должное дэнни дигному за то что он взял на себя ответственность 21 мая покажу всему миру настоящий казахский стиль уйду с ринга в качестве временного чемпиона дабл би о среднем весе пока лучшие имена в дивизионе избегают меня но они не смогут бегать вечно я не могу дождаться чтобы устроить захватывающее шоу промоутер эдди хирн рассказал где и когда состоится второй бой александра усика с энтони джошуа хирн подтвердил появившуюся ранее информацию что бой усик джошуа состоится 23 июля по словам промоутера переговоры находится на финальном этапе что касается места пройдения второго поединка то он может пройти либо на ближнем востоке либо великобритании дилен уайт считает что тайсон фьюри нокаутировал его не по правилам когда апперкот приземлился я был потрясен а потом он толкнул меня в полную силу что незаконно я упал ударился головой о канвас это не борьба а бокс но рефери позволяет фьюри делать то что он хочет ему все сходит с рук я сказал рефери что он толкнул меня рефери должен был дать мне дополнительное время чтобы восстановиться и продолжить бой но он закончил его владимир кличко высказался по поводу возможного возобновления боксерской карьеры я рад что тайсон фьюри победил мое возвращение на ринг не хочу обещать ничего грандиозного если я буду хорошей форме кто кто знает может быть у меня появится мечта побить рекорд джорджа формана издание harald портис прокомментировал отношение в команде сауль альвареса к потенциальной трилогии в сентябре с геннадием головкином иди реноса знает что геннадий головкин станет серьезным испытанием для каннелла если его подопечный в мае победит дмитрий бивола реноса проанализировал последний бой головкина против мураты признал его физические технические возможности а на это у меня все друзья большое спасибо за просмотр поддержите это видео своим бойцовским лайком пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал всем крепкого здоровья и увидимся завтра всем пока 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 пока